Вопросы немножко, конечно, для меня необычные, длиной его статуса. Стараюсь с помощью ответить, как выбрать супруга, какие качества обращать внимание. Батюшка, вспомнил свой анекдот про золотую рыбку. Друзья, ну просто любовь должна быть займой. Какие качества могут быть? Просто любить можно. Есть любовь, будет любовь, все будет прекрасно. Не думайте, что вы найдете человека как у себя, как с какими-то определенными качествами. Мы вообще гораздо больше, чем мы о себе думаем или о другом окончании. Гораздо больше. Мы часто представляем себя, наше «я» – это просто какая-то история у нас. Какие-то воспоминания. И думаем, что вот это «я» и есть. А оно на самом деле образ Божий. И у каждого человека, каждый человек – это космос, это просто Вселенная. Это Бог. Бог благодати с маленькой Богом, конечно. Вот, поэтому, не знаю, как еще на это ответить. Грех Будда, отношение связи до брака, делим на деле, сохранится во мудрием. Ну, конечно, надо сохраниться во мудрием. Да, хороший вопрос, очень распространенная беда такая есть. Первый ребенок инвалид, последующий аборт. «Каюсь на исповеди, но нет облегчения в душе. Кажется, что Господь никогда не простил меня». Друзья, Господь прощает любой грех, только нераскаянный, мгновенно после раскаяния истинного и обращения к нему всем сердцем. Любой грех сразу прощается. Здесь, вот в этом случае, здесь уже идет согрешение неверия. Это вы просто принимаете полностью, что вас Господь не прощает. Господь прощает мгновенно, сразу. И после исповеди, если это все исповедано, будет исповедано, а это все стирается. Никогда человеку больше никто об этом не наклонит. Этого нет, оно исчезло всем. Вот. Поэтому у вас нет облегчения в душе по другой какой-то причине. И это надо рассматривать, я так сейчас не смогу ответить. Но просто постарайтесь поставить в себе веру. Потому что не верим в то, что Господь вас просил, вы оскорбляете рукой Божией. Увеличие Божие. Беспредельное милосердие всемогущество. Вот на это обратите внимание. Что значит фраза из книги Осии, видимо, пророка, глава шестая. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение, нежели боли всесожжения». Я не изучал глубоко Ветхий Завет и прочитывал. И, честно говоря, не помню вот такой фразы. «Блуговедение более, нежели всесожжения». Но по первой части «Я милости хочу, а не жертвы». Святые отцы дают разное толкование. Для нас она подходящая, я думаю, и в нашей ситуации, и в нашем состоянии. Святые отцы дают толкование, что говорится о милости к себе, к своей душе. То есть милосердие превыше любой жертвы всесожжения, любого подвига, аскетического или какого угодно. Милость всегда превозносится над судом. Исаак Сирин говорил вам, представляй Бога правосудным. Потому что, если бы Бог был правосуден, то никто не спас себя. Мы согрешили, Он за нас раскрылся. Мы предали, удалились от Него, Он к нам приближается, Нас догоняет. Бог нас любит и милует исключительно по своей любви. Ни за какие наши дела, подвиги мы благодать не получаем. Мы благодать получаем, вот это очень важно. Обратите на это внимание, всегда держите в сознании. Мы благодать получаем исключительно как дар любви Божией. И все. А своими делами мы просто пытаемся отблагодарить Богу. То есть, это наша благодарность Ему, наши дела. Потому что, если мы будем думать, что мы что-то сделаем, а нам за это что-то дадут, вот такой даш-на-даш ментальный, то Господь будет удерживать благодать. Он будет ждать, когда вы смиритесь и поймете, что ничем вы благодать насильно привлечь не можете. Ни за какие дела. Только по любви, вот это дается. И всегда к Богу приходят не от хороших дел, ну, в подавляющих, в большинстве случаев, а от греховной жизни, от грехов. Как это призвание происходит? Как вот Бог призывает человека, милует его, дает? Человек еще вообще ничего не знает ни о церкви, ни о Боге. Вот он только чувствует интуитивно, духовную интуицию, что что-то с ним не так, что-то происходит в его жизни, что-то надо поменять. И он хочет милости, вот этого милосердия Божия. Он призывает, и Господь сразу дает. А потом начинаются вот такие вот уклонения. Человек начинает вроде бы подвязаться, жить правильно, и у него складывается впечатление, что ему за что-то, что-то дается вознаграждение. И как только это укоренится мысль у нас, мы превращаемся в фарисеев. И жизнь становится сухой и унылой. Потому что мы трудимся вроде бы, но благодать не приходит. Почему не приходит? Потому что не смиряемся, не понимаем, что только по любви дается. Все, не за дела. А вы делами старайтесь просто благодарить Бога. Вы осознайте прямо сейчас вот здесь, прямо в это мгновение, что вы уже спасены. Дело спасения уже произошло. Распятие совершилось и вознесение, и не способен Дух Святой. Если мы сейчас с вами прекратим свое биологическое существование, физическое, в это мгновение, то для спасения нашего нам нужна будет только вера и больше ничего. Принять это спасение. Поймите меня правильно, когда я это говорил людям, иногда бывали случаи, что меня не очень правильно понимали, думали, что делать теперь вообще ничего не надо. Один раз, когда ты что-то сделал из-за нас, и теперь все, просто можно посевать на лаврах. Нет, конечно же. Просто само спасение, он произошел однажды в историческом времени, и он длится бесконечно. Это мгновение не прекращается, то есть нас спасает благодать ежесекунда, ежесекундно. И поэтому вы просто осознайте, что вот любит вас Господь и милует, и вы сейчас вот разбойник, он же первый попал в рай, он же ничего вообще не успел сделать, он только исповедовал Господа. И сразу же Господь ему ответил, ныне будешь со мной в район. И так вот происходит просвещение разума, когда вдруг мы останавливаемся, вдруг осознаем, что я-то ничего не делаю такого, за что бы меня можно было спасти, за что бы я стал достоин. Это же просто любовь Божия. И вы можете в это мгновение ощутить вот эту теплоту, эту любовь Божию, и осознать себя спасенным. Это не значит, что не будет брани, не будет еще искушений, все будет, но это маленький шажок будет к тому, чтобы постигать вот эту любовь и обретать благодать не через дела и подвиги, а через веру. Мы спасаемся благодатью, уверен. Я, кажется, отклонился немножко. А боговение, более ниже сражение, я не помню этот стих, могу держать только от себя, сказать, как я это представляю, как мне это видится. Боговедение – это подразумевается созерцание натварного света, это подразумевается именно состояние Божьего, как бы соединение с Богом. И, конечно, это состояние, оно превышает все. То есть это финал, это и есть спасение, это воссоздание человека в первозданной чистоте. И тут не то, что боли всесожжения, это боли вообще всего на свете. Попытался, как смог, ответить. Я просто не изучаю Ветхий Завет. Как-то мне старик сказал, что нет необходимости сейчас. Обычно святые отцы Ветхий Завет и Псалтырь начинали читать, когда получали благодать созерцания, когда происходило просвещение разума, и они начинали созерцать логосы. То есть вот эти вот идеи, логос – это на греческом, у него вообще 30 с чем-то значений перевода есть, в первенегреческое слово. Одно из значений логоса – это идея, задумка. То есть Господь все вещи сотворил в предвечном совете. То есть не было времени, когда Он не знал, что будет твориться, что есть. И вот как бы у каждой вещи есть свой логос, своя идея. И мы их видим не очень хорошо, то есть не очень хорошо понимаем, потому что у нас сердце обращено страстями. У нас видение мира тварного и вообще мироздание искаженное, оно неправильное. Оно постепенно начинает формироваться, это видение, по мере очищения сердца. Сопиоциты достигали совершенства, совершенного видения, и начиналось вот это созерцание логосов. То есть они смотрели на предмет и понимали его назначение, как он устроен, для чего. То есть они начинали правильно постигать тварный мир, мироздание, в том числе духовный, иерархию ангелов, отношения между лицами Святой Троицы. То есть вот эти все великие таинства, наши догматы, они видели ясным ином, очищенным. И вот в таком состоянии они начинали изучать Ветхий Завет. Потому что Ветхий Завет – это язык символов, там все на символах, образах. И не имея такого просвещения, вы не сможете правильно его понимать. И будет очень много искажений, заблуждений. И просто это ничего не дает. Ну, может быть, кроме высокоумия, если очень начитаться много. Просто многознание такое. Поэтому на Афоне так считается, что лучше заниматься сначала молитвой, читать Евангелие, учение святых отцов, послания апостолов. А постепенно уже просвещаясь и начиная понимать смысл вот этих вот духовных, духовных, нужно приступать к изучению Ветхого Завета уже по-настоящему глубоко. Как молиться Иисусовой молитвой, если возник злой помысел? Когда? Она все равно не помогает. Спасибо за вопрос, замечательный. Я хотел, упустил немножко, когда говорил о практике устной молитвы. Я вам рассказал, как натравили молиться и как молиться в течение дня. Ну, стараться молиться, понуждать связь, получается. То есть о непрестанной молитве. Но есть еще третий момент здесь. Это творение Иисусовой молитвы во время восстания страстей. Там она творится немножко по-другому. И это невероятно сильное оружие, действительно, для борьбы со страстями, со страстами и помыслами. За исключением гордости и самомнения, тщеславия. Там немножко другие методы борьбы. Но вот все остальные страсти, то есть телесные, это гнев, раздражение, блуд, уныние, зависть, чревоуводие тоже помогает. Вот против этих страстей Иисусова молитва читается немножко по-другому. Должно быть внимание всегда молитвы, пришествовать внимание. Вы должны как бы осознавать, что у вас происходит. То есть надо сначала увидеть помысел. И если этот помысел атакует, и очень усиленный, например, гнев, говорят о злом помыслове, то есть мы на кого-то гневуемся. Страсть гнева, она очень разгорячает нервы, помудняет рассудок. И очень трудно в себе это погасить бывает. Очень трудно. И это может бурлить очень долго. То есть у вас вот этот гнев, вот эти помыслы, которые постоянно будут кружить, вот так вот коловращение такое, постоянно вас держать вот в этом состоянии гнева, которое очень вредно для здоровья и в духовном смысле, потому что отдаляет от Бога, благодать не может действовать, когда вы уходитесь в гневе. Вот при таком восстании страсти гневной, начинайте быстро, энергично творить Иисусову молитву, без всяких чувств, без каких-либо там размышлений, не обращая внимания на эти помыслы, которые вами уже овладели. Просто быстро говорите «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Опыт показывает, что, как правило, в большинстве случаев через достаточно короткое время, это может 10 секунд пройти, может минута, вдруг наступает мир, тишина. Это очень необычное состояние, потому что физиологически так не бывает. То есть обычно у человека потом еще долго очень это состояние раздражительности происходит, и помыслы еще долго уже злопамятство будет вас мучить. А здесь, когда вы в слух начинаете эту молитву творить, если есть возможность творить слух, если вас не слышат, если вокруг люди, то тогда про себя. Ну, не надо, чтобы слышали, чтобы молить другим. И действительно, вот и благодать молитвы очень сильно гасит вот этот гнев. Об этом, эту практику, вот я лично взял у свитка Игнатия Брянчанинова. И его труда, аскетический опыт из письмах, которые он писал к мирянам. В то время, удивительно, но у мирян благочестие часто превышало благочестие монахов в XIX веке. В арене синодального периода был упадок очень большой в духовный. Хотя были святые старцы, но были, конечно, такие. Поэтому большим спросом учение Игнатия Брянчанинова пользовалось мумиряно. Это видно по письмам. И также блудный помысел, допустим. Какое-то чревоугодие, любой помысел. Поймите одну вещь, что никогда грех и страсть не совершаются без помысла. Вот так создано. Сначала всегда пришествует мысль, помысел о чем-то. А потом уже начинает, наверное, эту мысль, которая появляется в голове, начинает склоняться сердце. То есть сердце начинает приходить к сочувствию уму этому греховному помыслу. Это даже не мысль, это помысл. Потому что если внимательно наблюдать, чувствуется, что он не ваш, что он какой-то извне, чуждый, к тебя приходит, и прямо как будто насильно пытается взять в полом. И если внимание на этом помыслие удержать, то начинается бурление в сердце уже здесь, уже остановиться от греха гораздо сложнее. Потому что когда он начинает сердцем заодно действовать, уже помысл приобретает такую энергию, что никакой воле человека не удастся ему сопротивляться. И если совершается грех делом, то есть по помыслу, поэтому вы совершаете и поступок какой-то, кричите, бьете кого-то, впадаете в какой-то плоской грех, то потом при многократном повторении появляется вот тот самый страстный навык, то, что называется греховной страстью, которой потом трудно избавляться. Но они невозможны. Поэтому следите за помыслами, отсекайте его в самом начале. Это действительно очень помогает. Попробуйте увидеть смелость Божия. Здесь еще польза в Иисусовой молитве в таком случае, в том, что вы опытным путем начинаете видеть, как действует благодать и как действует силуя. То есть вы перестаете, у вас исчезает, начинает исчезать мнение, что вы своими силами какими-то справляетесь с этим. Потому что любой другой метод в борьбе со страстью он всегда подлечет с собой рост самомнения. То есть будет казаться, что это ты, вот ты это сделал, ты боролся, ты своими силами. И где Бог здесь? Где здесь благодать? Получается, везде я вот эту пьедесталю. А здесь вы ничего не делаете. Вы просто как бы бесстрастно призываете имя Божие. И вдруг вот эта помощь свыше приходит. И вы понимаете, что вот любовь Божия вас, вероятно, спасает. Это очень фундаментальные вещи. Они в духовной жизни очень важны. Их надо осознавать и пытаться воплощать действие. Потому что просто одно знание, оно будет только нагревать. Если не будет дела по этому знанию, то будет только самомнение растимое. Как понять, самодельный крест на себя берешь, если нет духовного отца? Тоже хороший вопрос, благодарю. Это слова старца Иоанна Крестьянкина. Я помню, вот очень люблю этого старца, посчитаю его великим старцем нашего времени. Исповедник, доказавший преданность Христу самой жизнью. Таким самоотвержением, отречением до смерти даже. У него много было случаев, когда он просто жертвовал жизнью ради Бога, и Господь его спасал. Я у него в письмах читал про эти кресты самодельные, когда я его спрашиваю, почему мне так тяжело, почему у меня такие скорби неподъемные. Он говорил, что потому что у тебя крест самодельный, а не Божий. И тут, конечно, разные могут быть, разные варианты. То есть, по обстоятельствам надо смотреть, это индивидуально. У каждого что-то свое, кто-то на себя аскетику какую-то берет, или какие-то подвиги совершенно несоответствующие. его состояние, его положение. Но вот кто-то, кто-то, может быть, по неразумию даже бросит себе скорбей. А чего делать нельзя ни в коем случае. И вот вопрос, как понять, самодельный у тебя крест или нет, очень просто. Вы живите по молитвам. То есть, как вы молитесь, Отче наш, вы читаете, избавь нас от лукавого. Не веди нас в искушение, но да будет воля твоя. Вот это вот дух молитвы любой должен быть именно такой, что мы просим избавить от скорбей, но смиренно принимаем то, что нас постигает. И в таком случае все с вами происходящее будет происходить по воле Божией, потому что вы это осознаете, вы это просите, и так и происходит. Как избавиться от греха тщеславия? Что делать, когда тебя хвалят чрезмерно? Да, это очень сложно, особенно в новоначале, потому что тщеславие, это как спиоцы говорят, вот как треножник там, такой, как бы ты его кидаешь, и как бы он как у стола не упал, у него шип всегда один будет кверху. То есть, хваля тщеславлюсь, ругают, начинаю терпеть, вроде бы должен смиряться, начинаю тщеславиться тем, что смиряюсь. И так далее, и так далее. Эта страсть очень многоликая, она очень тонкая, ее даже иногда размечить в себе, разглядеть очень сложно. И никак от нее избавиться самому нельзя. И это просто со временем, со временем, при внимательной жизни благодать будет просвещать разум, и будет истинное ведение на себя, самопознание такое, понимание, что своими силами мы ничего не делаем, и хвалить нас не за что, нет у нас никаких недел, ни подвигов, за которые мы были бы достойны чего-то. А есть только любовь Божия. И поэтому с тщеславием бороться можно только вниманием, просто ее замечать и не принимать, понимать, что это просто глупость. Когда я читаю комментарии людей, столько похвалу, мой адрес, столько всего, я совершенно спокойно к этому отношусь и ничего не отвечаю. Потому что святые отцы говорят, что когда себя хвалят, надо не принимать похвалу, но и не надо и отрицать, то есть начинать говорить, что нет, я плохой, вот не такой. Просто молчанием это. Ну, просто молчим на это. И я понимаю, что это ваша любовь, просто ваше доброе сердце говорит эти слова. Но я знаю, кто я такой. И поэтому я к себе это никак не применяю. А вас очень люблю. Безмерно. Сложный вопрос, но постараемся ответить, как смогу Господь просветить. Дорогой отец, Андрей, скажите, пожалуйста, как нужно относиться к экуменизму, а также к нашим братьям, католикам и протестантам. С одной стороны, принято считать, что они находятся в заблуждении по некоторым вопросам христианства. Как не впасть в осуждение в виде света в них тоже. Дружусь с некоторыми католиками и некоторыми протестантами. Я вижу, что они очень хорошие люди. Я очень рад за вас. Кто это написал, просто обнимаем всем сердцем. Потому что ни в коем случае не делите людей на чужих и своих. Это настоящее сектанство. Мы все дети одного Отца. Мы все образ Божий. Да, Господь просветил крещением. Он дал нам откровение учения о Христовой Церкви, которая в православии сохраняется без искажений. Это дар Божий. И это не домысл человека. Это не люди, к которому пришли сами, как, допустим, в каких-то других учениях, религиях, философии. Это просто дар. Это откровение. Это настоящее откровение, которое было просто с неба Христом нам дано. Сошествие самой истинной. То есть не что есть истина, а кто есть истина. Истина Христос. Но во-первых, надо очень презво осознавать, что это дар Божий, это не наша заслуга. Мы ничем не лучше тех людей. Абсолютно. Просто нам Господь дал, мы это приняли, они примут на своих путях в какое-то время. Дай Бог. Но мы не лучше их. Это просто Господь. Это Его дар. И видите всегда в человеке именно образ Божий. Его вот этот вот свет он есть во всех людях. Без исключения нет людей совершенно плохих. Так же как и совершенно хороших. И человек даже может быть не знающий учения Христова, не участвующий в Таинствах, его Господь любит. И заповедь нам дана любить всех. Всех без разбора, всех помещать в своем сердце. просто молитесь за них, любите их. И вот эта любовь и образ жизни вашим примером он тоже обратится к истине и познает ее целиком и будет возможно намного ближе к Богу, чем вы. Это мне кажется беда в современной церкви очень большая, что люди как бы делят вот это внешнее и внутреннее, то есть вот это среда, я только с православными дружу, только с ними. И получается человек свою жизнь очень ограничивает, он замыкается в себе и это приводит к очень большой гордыне фарисейству. Господь принимал всех без исключения. Он жил в такой строгой конфессии, так скажем, удаизме, где вообще запрещалось все, просто все, что его поступок вот этот, когда он принимал язычников, нам показывает, насколько он показал, насколько несвободны должны быть принятие любви людей. Я сейчас не говорю о том, что надо разделять их учения, их мнения, да, они в чем-то заблуждаются, у них есть какие-то, может быть, познания верные, но не полные, потому что не вмещая учения Христова с учением святых отцов, которые благодатные, которые бытийные, то есть это не ум исключения, это не рассудочные какие-то вещи, а это сама жизнь, то есть святые отцы, они Евангелие показали своей жизнью и вот этими благодатными дарами и состоянием обожжения, то есть это прямое доказательство истины, у них этого нет, давайте молимся, чтобы Господь их просветил, и будем их любить и принимать как своих родных братьев, просто как своих, все отадам, и у нас нету родных и дальних, все дети одного отца, это очень важно, мне кажется, сейчас в современном мире понимать. Как понять, где промысел Божий, а где моя воля, результаты моих действий, моего выбора? Это фундаментальный вопрос, очень важный и самый-самый сложный, он, это такие тонкие вещи, но им надо учиться, как это делать, нету рецепта однозначного, то есть, вот как, допустим, в борьбе со страстью гнева, я вам сейчас сказал, здесь все просто и ясно, все видно, все прозрачно, промысел Божий постигается по мере ощущения сердца, у вас должна быть правильная мотивация, то есть, вы должны быть правильно, ваши действия должны иметь по собой основу искания этой воли и исполнение ее, и постепенно, методом, вот, как бы, проб и ошибок вы будете начинать более ясно видеть, где вы поступаете по самости, по творству каких-то своих страстей, самоугодию, какому-то самолюбию, саможелению, или зависти, или еще чего-то, а где действительно вот промысел Божий вам показал, вы его приняли. Это сложно, но без этого никак, поэтому надо учиться и понимать, что есть две крайности в духовной жизни, это одна крайность, это просто опустить руки и опустить все на самотек, плыть по течению, и когда я дам, а все в воле Божьей. Есть такое расхудрое выражение, когда мы его говорим, даже не понимая, что мы говорим. Другая крайность, это когда мы начинаем действовать по самости, то есть даже спасаясь, выполняя заповеди Божьи, какие-то дела, действия, мы забываем про то, что, то есть делаем только своими силами, и тем самым растим вот те самые добродетели Парши Вещества, о которых очень много писал святитель Игнатий Причининов, то есть можно заниматься благотворительностью, самым великим добродетелем в мире, как в Существе пишут, милосердие. Можно делать огромное количество дел, просто тратить громадное количество энергии, ничего кроме самомнения из этого не выйдет, потому что, потому что человек забывает, что действует благодать, и она все строит, но одновременно с действием человека, то есть это называется синергия, совместное действие двух энергий, двух воли, воли Божьей и воли человека. Не может Бог спасти человека без самого человека, Он как бы ограничивает свое всемогущество и не нарушает его воли, его выборы. Если человек не делает, он не помогает. А вот если человек начинает делать и при этом призывает имя Божие, призывает благодать, то тогда благодать содействует, и на ваши усилия, на ваши действия накладывается вот эта вот благодатная сила, которая позволяет все совершить, без которой сами ничего кроме труда и усталости не произведете. Опыт, друзья, это все приобретается опытом исполнением заповедей Божьих в жизни по Евангелиям. Ну вот как раз и на эту же тему вопрос, уже более конкретно это очень хорошо. Я что-то делаю при уходе за мамой и что-то случусь. Батюшка сказал, вы не даете действовать Богу. а я не знаю, как тогда себя вести по отношению к родственникам. Ну вот, по сути, я как бы вам ответил сейчас. То есть, вы должны делать, если вы делать, ничего не будете, то не будет действовать благодать. Просто здесь нужно внимательно следить за сердцем. Вы действительно осознаете, что, допустим, давая лекарство человеку, силу этого лекарства дает Бог, его натварная энергия. или врач леча больного должен осознавать, что знания, которые он приобрел, приобретены с помощью Божьей, что Господь его разумляет, направляет его руку. Если не будет содействовать благодать, то врач ничего сделать хорошего не сможет. И так далее, и так во всем. Кстати говоря, вот интересный пример хочу вам привести. Из своего опыта у меня у нас на Веламе был один ремонах, бывший хирург. Он работал хирургом всю жизнь, очень опытный. и всю жизнь он был безбожником. То есть он даже не задумывался об этом. То есть я неправильно выразился, не безбожник, а просто таким индифферентным человеком к вере. Не хулил, ну и не думал даже об этом. Потом он пришел к Вере в ряду причин, не буду их сейчас называть. А так вот он говорил, что ты знаешь, сейчас я верующий человек, я как бы все понимаю, все осознаю. А тогда я был неверующим, но даже тогда был еще неверующим. Я прямо реально чувствовал после каждой операции какое-то действие, сейчас я это называю благодатью. Тогда я не знал, как это называть, просто не задумывался, не обращал внимания на это. Он говорит, я сейчас просто уверен абсолютно, что моей рукой направлял Бог. И когда я что-то делал не так, то есть выпивал перед операцией, или какие-то были у него там, ну то, что мы грехами называем, он чувствовал, как вот эта сила просвещающая и укрепляющая, она отходила, и он допускал ошибки, которые по хирургу, как понимаете, нельзя до что сказать. Вот, и видите, то есть это, потому что сейчас это очень неверующие люди, говорят, там, говорят, да Господь, какой Господь, врач поселил, чего там этого Господа призывать, вот если бы не врач, конечно, честь и хвала врачу, что он служил орудием в руках Божьей, но если бы благодать, человек, такие ошибки совершает, что просто иногда дивы даешь, что взрослый, вроде умный человек может такие вещи делать. очень грустный вопрос, очень грустный, я прям сочувствую всем сердцем, сострогаю, буду молиться, жалко, что вы имени написали, потом мне скажите, подойдите, пожалуйста. У родственников, у родственницы онкологии, во время болезни ушел из семьи муж, она не может принять предательство, никак найти успокоение. Да, предательство, предательство, это самое сложное, что может быть в нашей жизни, особенно близкого человека, к любящему. Ей нужна великая благодать, Божия, мужество, чтобы простить искренне на сердце. Тут нужна молитва многих, во-первых, чтобы помогали, чтобы молились. И могу только посоветовать, смотрите на крест, с крестом, посмотрите на него. Он безгрешный, спустился на землю, три года исцелял, всех пытался собрать в любовь, облагодетельствовал своих учеников силой чудотворения, и говорил только о любви, и делал, и творил только любовь. И однако его распяли, и отвернулись всем практически, кроме Матери Божией, и жен Мироносис. Все разбежались, все испугались. Посмотрите на него, и просите силы от него, чтобы он дал, чтобы он вам дал, вот эту силу благодатную простить. Больше я не могу ничего здесь посоветовать, но очень сострадаю, и скажите мне потом, именно, будем на фоне молиться. Как в контексте заповеди возлюбить себя, о чем речь? Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Речь идет не о качестве и количестве любви, а антологии, антологической родственности, связи всех людей. Ты видел, статусы говорили, лицо ближнего, ты видел себя, твой ближний, это и есть ты. Поэтому вы должны возлюбить его в том смысле, что он ближний, это и есть ты. У вас одна природа. А вот как возлюбить себя, здесь это надо очень долго учиться, потому что мы себя часто любим страстно, то есть в нашем понимании любовь к себе, это большую часть это потворство в своих пожеланиях, всевозможном и не всегда хорошем. Возлюбить себя, это значит желать себя искренне, спасение души, соединение с Богом. И все действия должны быть направлены на это, то есть мотивация всех поступков должна быть руководствоваться вот одной этой идеей, спасением души, пользой души. и это не всегда нам приятно, потому что борьба с страстями, особенно на первом этапе, она очень изнурительная, она очень тяжелая, но она необходима и она очень полезна, потому что она приносит опыт самопознания и очень глубоко смиряет нас. Вот это любовь к себе. Ну и, конечно, еще надо понимать свое достоинство, надо понимать, что мы созданы по образу совершенного Бога и учтены такой славой, таким величием, которым учтены даже ангелы. И этот образ в себе Божий надо чтить и уважать. То есть вот такое вот отношение к себе как бы презрительное, это не смирение на самом деле. Надо понимать, что да, мы свою свободную волю использовали неправильно, но дарования от Бога нам даны и тело, и дух, и дух, и разум и душа, это просто великие дары Божии. Это надо в себе чтить и любить. И тогда, если вы так правильно научитесь любить себя, вы научитесь любить ближнего. Потому что, действительно, если вы себя не любите, как вы ближнего полюбите? Вот. Ну, может быть, еще я сюда от себя добавлю один момент такой, что любовь к ближнему, это не значит потворство, его страстям и позволение делать ему все, что угодно. Это неправильно, это не будет любовь, это любовь неразумная. Таким образом, мы платим просто людей-манипуляторов, когда мы даем себя эксплуатировать, позволяем все человеку, на земле начнется хаос, и пользы сами те люди, которых мы так будем любить, не получат. То есть, любовь должна быть разумной. мы должны относиться к таким людям, как вот к неразумным детям, когда детки шалят, делают неправильно во вред себе, мы к ним строгость проявляем, мы не даем им делать все, что они хотят, понимая, что они просто не осознают. И мы даем какие-то запрещения, также и с ближнему. То есть, здесь иногда требуется даже строгость, и это не будет нелюбовь, это будет рассуждение добродетелю, без которой не совершается ни одна другая добродетель. Как часто надо кондитута службы. При пятидневной рабочей неделе есть только два выходных, и за них столько надо успеть. А пропускаешь службу, потом расстраиваешься. Не успеваешь, на вечернюю отпрашиваться не получается с работой. Расскажи, это вторая часть вопросов будет, я сейчас на первую сначала отвечу. Друзья, вот хорошо, что спросили, потому что я как-то упустил, хотел сказать о духовной жизни в миру, то есть в семье, как проводить духовную жизнь. вы должны очень четко осознавать, понимать, что в добродетелях есть иерархия определенная. И как раз когда мы говорили о воле Божию постигать, вот здесь вы должны ее постигать правильно, понимать, что на том месте, где вы находитесь, в котором вас Господь поставил, Бог от вас хочет его волю, чтобы вы служили своему ближнему в первую очередь. Это заповедь любви к своему ближнему. то есть если вы жена, то вы заботитесь о детях, о муже, если муж, то то же самое, как кормитель семьи, защитник. И если вы будете в ущерб семейным обязанностям предпочитать молитву, богослужение, которое сами по себе дела вроде бы добрые, то Богу это не будет угодить, это не будет по воле Божия, это будет как раз по самости, это будет самодельный крест. Это приведет только к развитию гордыни и полному расстройству в семье. Семья – это малая церковь. Апостол Павел очень жестко сказал на этот счет, что кто от своих отрекся, то есть кто от своих не печется, тот ничего не знает, отрекся от веры и хуже неверного. Понимаете, это как раз об этом и говорится. Молитва должна сопровождать все наши действия, она должна всю нашу жизнь сопровождать. Но в иерархии, добродетели, в семейной жизни всегда на первом месте стоит семья. И поэтому на службу тоже, когда вы ходите, вы просто уже по обстоятельствам сами, каждый в себе смотрите, рассуждаете, сколько у вас есть возможностей по обстоятельствам, как обстоятельства Бог выпускает, это его кромсел. Сколько вы можете сходить? Если вы раз в год сходите на службу один раз, просто потому, что будет, ну это я, конечно, просто утрирую, чтобы было понятно сама ситуация, и просто будете смиряться к промыслу Божию, что который вот так вот сделал, были же исповедники, вспомните, которые вообще во время гонения вообще не имели ни храмов, ни служений, ничего. но вы исполняете заповеди на том месте, где вы находитесь, то одно посещение такой службы вам даст столько благодати, что восполнит все остальное. Поэтому, если вы по работе действительно, действительно, не вы самолюбие, а именно и саможеление, а именно по работе видите, что у вас нет возможности чаще ходить в церковь, просто не можете, или сил нет, тоже не надо от себя требовать сверхсила, но Господь не хочет и не требует от человека каких-то поток, которые превышают его крепость, его возможности и способности, которые ему даны, то просто не расстраивайтесь, не смущайтесь, вы принимаете это со смирением и благодарите Бога, что вы можете хотя бы один раз в неделю сходить, но другие свои обязанности выполняйте добросовестно, и будет вам благ. Будете радоваться, радоваться благодарить Бога, не будете расстраиваться, потому что расстройство всегда неправильно. Расстраиваться нельзя вообще ни по какому поводу, вообще ни по какому, потому что, если мы верим в любую Божую, которая нас спасает и исправляет наши ошибки, то ради чего нам расстраиваться? Почему? Что двигает нам, когда мы расстраиваемся? Расстройство Вами двигает, когда вы расстраиваетесь, всегда какое-то неправильное чувство, то есть это может быть либо ущемленное самолюбие, либо это может быть неверие в то, что Господь так пропустил и по-другому просто нельзя. Или это может быть вот какая-то гордость от того, что мы не сделали, как нам казалось, что мы можем сделать, не понимая, что без Божьей помощи мы сделать этого не можем. И мы как бы расстраиваемся, просто не видя, не находя в себе той святости, о которой мечтали. И расстраиваться не надо, как только приходит расстройство, просто останавливайтесь, осознавайте, а почему я расстраиваюсь, ради чего, из-за чего, с чего мне вообще расстраиваться. Я ошибся, сделал что-то неправильное, но я сразу покаялся, и Господь меня спас. И надо радоваться. Апостолы всегда говорили, радуйтесь, а не расстраивайтесь. Так что избегайте расстройства и старайтесь быть радостными и счастливыми. Господь нас сотворил для блаженства, для счастья, не для скорби. Скорби просто пришли в мир с грехом, который мы сами выбрали. И это не наказание, еще раз повторяю, это милость Божия, это любовь, это та самая горькая таблеточка, которая нас спасет. Поэтому, если вы еще и в скорбях научитесь радоваться, и в грехопадениях, даже когда падаете, но вы встаете, будете чувствовать эту радость искреннюю, что да, я виную перед Богом, но Господь по милости бесконечно меня будет спасать, сколько бы я раз не ошибся, если я только сам от него не отвернусь. Но расстройства никакого не будет. Расскажите о литургии, а то мы как-то расслабленно стоим на службе. Крестимся, молитва-то не идет. Крестимся, кланимся, молитва-то не идет. Ну да, это очень распространенное явление. Ну, конечно, надо, во-первых, изучить литургику, то есть надо понимать все действия, которые там совершаются, четко их ясно знать, осознавать, следить за ними. И, во-первых, это будет интересно, вы будете понимать, что происходит на службе. И это будет приводить вас в такое благоговельное состояние, потому что таинство происходит, непостижимые ангелы даже закрываются до того, что происходит. Материя, хлеб и кровь превращаются в истинную плоть, то есть хлеб и вино превращаются в истинную плоть и кровь Бога всесовершенного, который мы причащаемся, который мы можем, который Он нам дает по своей любви причаститься. Рассуждайте об этом. Нужно богомыслим заниматься тоже, помимо аскетики и молитвы, нужно еще заниматься богомыслимом. Читайте Евангелие, читайте Святых Отцов, думайте об этом. И на молитве не будет такого расслабления и рассеяния. В некоторых случаях можно даже, если вы очень часто ходите на литургии и чувствуете, что у вас происходит привыкание такое, то есть вы перестаете чувствовать срак Божий, и просто для вас это становится каким-то привычным делом, совершенно будним, переходит просто в какую-то рутину, то надо остановиться. Не придите на литургию, просто покайтесь, подумайте, что происходит. И лучше меньше раз ходить на литургии, но с чувством страха Божия, с благоговением, вот именно с осознанием того, что происходит на литургии, чем просто ходить туда, как, ну, просто положено. Надо ходить. Сказали бы надо, будем ходить. От сердца должно все идти. Надо радоваться тому, что вы идете причастившись к Богу. Или если даже вы не причащаетесь, то просто присутствовать вот в этой благодати, в том, что там происходит, освещается все вокруг. Освещается сердца, ума, души, освещается материя, воздух. Все освещается от этого великого таинства. Старец Ефрем Катунакский, вот мой дедушка духовный, если бы они читали его книжку, кто же мой старец написал? Так называют старец Ефрем Катунакский. Почитайте, если будет возможность, очень хорошая. Он в конце жизни признался, что он на каждой литургии видел, как происходит вот это вот присуществление. Я на русском правильном термином даже как назову, да? Вот этого хлеба и вина в плоти крови. Он видел, как происходит какое-то действие, закипает в чаше, происходит вот кипение какое-то. Прямо все бурлит, он видел Агнеса. Он увидел прямо образ Агнеса в хлебе. И вот эту вот кровь. Видел на каждой литургии, всю свою жизнь. Он служил каждый день, 40 лет. Вот такое чудо. Еще там интересный момент такой, что он говорил, что пока он был зелотом, то есть до обращения на зелотов, если кто не знает, то в том районе все монахи были зелотами, то есть это старостильники. Когда все церкви, кроме Иерусалимской и Русской, перешли на новый стиль, то в Греции появилось движение, которое как бы отвергло основную церковь каноническую, сказало, что все провестили, соглазнились, и церковь этому нет. И это вот зелотовые такие вот. Среди них были очень благочестивые, простые люди, которые не пытались разобраться в гагматических вот этих канонических моментах, просто, ну, потом уже рождались многие уже в этой среде. У них до сих пор очень много зелотов, были где-то порядка 10%, наверное, отвергающих это зелота, старостильники. Вот, и Лаская церковь сама по себе по экономии, то есть по как бы вот снисхождению, она не отвергает ее, то есть когда из зелотов вот эти вот христиане приходят, присоединяются к православной церкви канонической, то их не перекрещивают, просто на условиях покаяния, что они отрекаются вот от этого заблуждения, и не отрекаются, то есть и Лаская церковь не отвергает таинство зелота, то есть она считает их благодатными, считает, что причастие действительно совершается. Вот, вот Ефрем Ктунацкий, он родился в такой среде, и попал в такую среду на Афоне, к своему старцу Никифору, который был зелотом. И старец Осипа Сихас тоже был зелотом в молодости. Вот, но потом они почувствовали, что что-то не так, вот что-то идет не то, в чем-то мы не правы, в чем-то мы заблуждаемся. И они стали молиться одновременно со старцем Осипом, со старцем Сихарем, о том, чтобы он им открыл истину. У них обоих было созерцание. Вот на его, не в сонном видении, а на его старец Осип увидел, что он находится на каком-то клочке земли, типа маленького островка, который стоит в нескольких метрах от суши, и огромные волны. И он чувствует, что его не понимает, не думает, как он здесь оказался, что он сейчас утонет, его сбросит волна, и он... То есть ему надо на землю срочно на суши. Он делает прыжок, перепрыгивает на землю, и созерцание кончается. Для него не было сомнений, что это Господь показал, что это неправильно, надо в церкви быть. Вот, и они вернулись. И старец Сихрем говорит, что до возвращения, до возвращения в церковь, как будущее зелотом, он видел вот это вот присуществление как бы через какую-то пелену, то есть неотчетливо. Он видел, что что-то там происходит, какие-то действия наблюдал, но не мог разглядеть. Все было как-то покрыто какой-то пеленой. А как только он обратился, пришел в церковь, сходили на пониверную литургию, то есть там в условии покаяния и их присоединили, он говорит, с того момента вот эта пелена снялась, и он созерцал вот это страшное таинство на каждой литургии всю жизнь. Такой великий святой дне. Разрешайте об этом, и вы другие не будете засыпать. Как понять, что является делом твоей жизни? Получила несколько образований, много увлечений, а не понимаю, что в глазах Господа угодны. Я вас поздравляю. Просто удивительно, несколько образований, столько разных увлечений. Вы счастливый человек. Просто я за вас радуюсь искренне. А как понять, очень просто, то, что лежит, то, что идет по сердцу, то, что радует, то, что интересно, где есть живой интерес, то Богу и угодно, потому что Господь хочет, чтобы вы радовали, чтобы вы были счастливы. Если у вас есть выбор, если у вас есть разные образования и много таких возможностей, то при выборе, конечно, надо следовать, я думаю, такому критерию. Это именно интерес, и вот живость, то есть, чтобы живое все было, чтобы вы горели. Это будет по Богу, я уверен, потому что вы это будете делать хорошо по-настоящему. Кажется, все вопросы. Если есть вопросы в зале, можно подать телефон. Есть? Желающие. Вот у меня есть тоже вопрос. Маш, Маша, вот вы про покаяние говорили, что это, ну, как бы не надо там симулировать, изображать, пытаться в этом. Но вот в контексте постов, особенно Великий пост, да, начинается, и как бы считается, что где-то должна быть кнопка, на которую ты нажал, начиная с покаянной каноны, вот где эту кнопку найти, вот, в пост. И как вот, как с этим, то есть реально, у тебя этого нет, но вот сейчас ты понимаешь, что все как бы резко начали каяться, и вот тебе тоже нужно эту кнопочку нажать. И как ее вытаскать, то все, если Господи? ни в коем случае не ищите в себе эту кнопочку, и нажимайте на что. Не надо нажимать. Вы внимательно слушайте молитвы. Великопостные службы, они такие проникновенные, такие умилительные, что, скорее всего, сердце придет в умиление, в сочувствие. Вот будет сочувствовать. Настолько, насколько вы способны. говорили, что по мере очищения от срастей приходят вот эти вот благодатные ощущения покаяния, глубокого сокрушения, да, благодати. Даже во время Великого Поста на кануне Андрея Грисского не надо выжимать из себя слезы и рвать на себе волосы, потому что там показано покаяние Великого Святого, благодатное, глубочайшее. Вы просто внимательно слушайте, и даже если у вас совсем окаменевшее сердце, и оно никак не сочувствует, по-любому у вас просто будет такая тихая очень грусть в душе от сознания того, что вот нет у вас покаяния совсем такого, и это и будет ваше покаяние. Понимаете? Вот, то есть, это очень тихое, нервное чувство такое появится. И оно правильно. Это лучше, чем какое-то разгоряченное, вот такое экзальтированное, потрясенное состояние души. От него пользы нету, только вред, поверьте. Я очень не хотел этого вопроса. Как относиться к тому, что во многих храмах стерилизует лжицу. А это сейчас самый главный вопрос. Проблема в том, что я хочу сохранить мир среди нас среди нас. Понимаете? И я поступлю к любви. Не надо на этом отвечать. Не надо. Вот. Остави только если. Ольга, я по этому поводу говорил со старцем. И, если ты помнишь, мнение старца об этом, какое было, я тебе говорил, как раз, но потом он мне начал говорить о любви. Он сказал, что хорошо, у тебя такая вера, да, потому что благодать и чудеса происходят по вере очень крепко, а не без веры. Это не происходит магически, механически просто. Должна быть вера. У тебя есть такая вера, замечательно, благодари Бога. А как быть с другим человеком, у которого такой веры нет еще? Его выкинуть? Где любовь здесь? И у меня прям это откровение было, понимаешь? Здесь мы должны поступать к людьмам. Если ребенок 9 лет не хочет идти в храм, начинает ругаться, отказывается, стоит ли его заставлять? Если нет, настаивает, то он может отпасть от Бога. И это наша работа о нем. Великое рассуждение здесь требуется. Если вы будете ребенка насильно гнать в храм, то это закончится тем, что вы его отобьете от храма еще больше. Поверьте, что это приведет к тому, что он просто возненавидит церковь и все, что с ней связано. Здесь можно помочь только любовью. Это очень сложный вопрос. Я понимаю, что у меня, может быть, нету даже такого морального права, как бы вам здесь советую что-то говорить, потому что меня Господь избавил от этого груза, этого креста. Воспитание детей в церкви это очень тяжело в наше время. Столько соблазнов, столько искушений. Людей немного у церковленных дети очень зависят от мнения своих сверстников в школе, они другие. Только любовью вы можете привить любовь к церкви, к Богу. Если вы будете любить их необусловленно, не за то, что они какие-то такие, делают что-то по тому, что вам кажется, а просто за то, что он есть, и молиться за него, и показывать ему пример своей жизнью, то он сам обратится к Богу. И, может быть, вот этот период искушения своего отпадения закончится. В Греции люди все, все люди очень хорошо относятся к церкви, хотя воцерковленных людей не так много, как мне вначале казалось. Я думаю, что там все воцерковленные и почти что святые. Нет, там людей тоже много не воцерковленных, но чтобы было какое-то отторжение от церкви, чтобы люди имели какой-то вот прям злобан, а церковь такого нет. Они очень чтят свою традицию, свою веру, и, видимо, за это им Господь очень много давал и дает, то есть спасал их. Потому что это великий подвиг нации сохранить традицию, веру в таких условиях. 400 лет турецкого ига. Народ малюсенький вообще, 8 миллионов, это население Санкт-Петербурга, всех греков на планете. И они, однако, в таких диких условиях во протяжении четырех веков, вы думаете, это же там не 10 лет, не 100 лет, это 400 лет, они сохранили в чистоте всю эту традицию, свое улучшение. Да, это, конечно, великая благодарность. Вот. И я с ними разговаривал, когда узнавал, вот как вы, ну, у вас, видимо, все такие в храм ходят, и мне очень много людей, я просто интересовался этим вопросом, говорили, что, из высорковленных людей, что деток в Греции обычно всех приводят панамарис, есть такая традиция в храме, вот им нравится, они любят, им интересно, ребенок молится не так, как взрослый человек, его богопочитание не такое, он еще не сформировался полностью, он еще в развитии находится, поэтому с него не требуют каких-то строгих вещей, вот, то есть они смотрят, чтобы ребенку было комфортно в храме, чтобы он радовался, чтобы он не испытывал дискомфорт, чтобы ему было хорошо, чтобы у него было веселое лицо, и мне сказали, что большинство детей потом от церкви отходят, хотя в детстве вроде бы и так хорошо все было, но они потом все возвращаются, то есть проходит какой-то период, какой-то период взросления, и они опять приходят в церковь, понимаете, потому что в детстве жили правильно, их просто не ломали, вот, пока радостно было ходили, перестали ходить, воспитывали, продолжали воспитывать, насильно не гнали, то есть не было тирании такой, я считаю, что это правильно, не знаю, может быть, кто-то не согласился, простите меня, если я не согласился с вашим, но мне это так представляется. Простите, пожалуйста, Дмитрий Харисманин, можно ответить на вопрос? Конечно, а я не ответил? Вот это, да? пропустим. Вы можете найти, посмотрите. А мне просто специально приедешь. Обязательно отвечу, да, конечно. вот такой. Очень удобно пока, дополнить. Спокойно, поясните. По поводу по поводу лжицы хотел немножко тоже вопрос уйдет. Должен? Да, конечно, пожалуйста, просто. Просто вот сказать, как бы относиться к лжицам, на самом деле, на мой взгляд, надо относиться не к лжице, к причастию, веровать в то, что мы принимаем, что мы причаемся, что мы причаемся. Вот в этом, мне кажется, смысл-то основной. Да, как бы так сказать, лжица, 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 лжица. Лжица – это поповский вопрос, это поповская ответственность, это вообще Миренина не касается. Миренина что важно? Подготовиться к причастию достойно, покаяться достойно, подойти с верой, принять тело и кровь Христова. И тогда он будет причастником настоящим. Это вот рассказывали о том, как в Псково-Пещерском монастыре, там еще в советское время, там человек, молодой, пришел помолиться к храму. Зашла экскурсия следовала. И там один из присутствующих, а в это время как раз к храме причастие началось. И вот один из этой экскурсионной группы, человек, подошел, причем, как оказалось, он мусульман. Он подошел к этому парню и спрашивает, говорит, а что там сейчас происходит, там вот, этот вот человек, там, с ложечки кормит этих бабушек. Вот. Но, разве, говорит, он не видит, что у него на руке сидит голод и с ложечки склевывает то, что там лежит. Понимаете? Вот. Это же без всякой стерилизации происходило. Вот. Он спросил, а у всех так было? Мне, говорят, человек 20 причастников, он говорит, что порядка 4-5 человек голод не склевал. Вот. То, что на ложечке лежало. Понимаете, о чем речь? Вот так. Дело совсем не в стерилизации, на самом деле. Дело в вере, в вере, в первую очередь, и в том, в каком состоянии мы подходим к человеку. Простите меня, что я мешал. Батюшка, очень благодарен, спасибо, Господи. Я просто, ну, немножко мне этот вопрос опечалил, поэтому я... Ну, конечно, конечно, большая печаль, и церковь большая пещера. Конечно, это там и богословские рассуждения должны быть, или они, но они должны это все в среде священства. Да, да, я как раз... Мирянин здесь совершенно не несет никакой ответственности. Да, да, вот это я и хотел сказать, вы прямо, прямо, вы вспомнили мою недостаточность, что таинство совершается, и мы это всегда говорили, и благодать дается, и Мирянин не отвечает за это. Это правильно, больше как-то вопрос ощущения. Совершенно верно. Главное, чтобы и другие, но совершенно таинство и в христе достойно. Все. Спасибо, Господи. Ваш вопрос. Как найти духовного наставника? Ну, просто молиться и искать. Дает Господь. Тут нет других советов, может быть. А второго, зачитай, да. Ребенок, дочь 15 лет, хочет изменить, как это преодолеть, вести себя по отношению к этим желаниям. С микрофоном что-то. Конечно, нельзя подвозить таким желаниям, потому что это трагезия, на самом деле. Это извращение естества человека, данным Богом. И это принесет большую скорбь этому человеку. Вот. И поэтому просто будем молиться очень усиленно на Афоне и будем ищите какие-то возможности, чтобы переубедить. Нужно искать, бороться. За это надо бороться, конечно. Здесь уже никакого потворства не быть не может. Но надо понимать, что тоже с большим рассуждением, чтобы не сломать, чтобы не причинить еще больший вред человеку. Иногда из-за зол надо меньше выбрать. Понимаете, что я говорю? Имена напишите, пожалуйста. Как справиться с паническими атаками? Со страхом смерти? Мне очень много задают такой вопрос сейчас люди это какое-то распространенное явление сегодня. Когда я живу в Милу, я с таким не сталкивался и мне кажется, что это было гораздо меньше. Я по крайней мере не знал этого. Я даже этот термин фактически атаки не даму совсем. Не знал, как я начал с вами общаться. Такое распространенное явление. У меня есть предположение, что это такое, но мне кажется, что тут очень много может быть с разных случаях. Это может быть духовное, может быть чисто психологическое, то есть нервное. От каких-то стрессов в современном мире. Человек в современной жизни, то, как сейчас все складывается в нашей жизни, у человека ломается психика, то есть происходят какие-то нарушения, какие-то психические заболевания на почве невроза каких-то. И здесь нужно иметь лечения таблетками к кематозе. Здесь нужно обращаться к специалистам, надо молиться за врачей, психологи тоже помогают, замечательный психолог православный, даже если не православный, но образованный грамот, настоящий, он тоже в каком-то этапе может помочь. Надо следовать рекомендациям врачей, врачей не надо отказываться. Но надо рассматривать, может быть, это может быть какие-то духовные вещи происходят с человеком. духовные, то это лечится ни в коем случае. Духовная болезнь нельзя лечить таблетками, потому что в таком случае болезнь просто загоняется глубоко, проблема духовная, и потом ее еще тяжелее лечить становится. Если это проблема духовная, то надо рассмотреть откуда, по какой причине, что-то так произошло, где-то неправильный добросмыслей или действий. И страх смерти, если вы говорите о каком-то неестественном страхе смерти, я думаю, вопрос в этом, потому что страх смерти есть у всех людей, безусловно, потому что мозг человека создан, так скажем, условно, мирским языком заточен на биологическое выживание, и ему любой ценой надо выжить, продлить свой род и выжить. Просто мы еще из Духа состоим. Дух должен, должен, то есть вплоть должна подчиняться Духу. Это страх плоской, он естественный, и не преодолевается он только верой и молитвой жизнью по заповеду. То есть дается благодать, когда разум просвещается, человек осознает себя бессмертным, уже такой вот животный, страх смерти отходит, хотя он все равно будет оставаться. Это надо быть очень великим святым, великой благодати Божией, чтобы искренне сказать, это сердце, что я вообще у меня страха смерти нету совершенно. Вот, но если речь идет о каком-то неестественном страхе смерти, как ко мне обращались, говорили, что страх смерти такой, что человек даже ночью просыпается и трясется от страха, вот у него ощущение, что он сейчас умереть может. Такой вот такой неестественный страх смерти, это очевидно тоже какое-то психическое заболевание. И здесь тоже надо советоваться с психологом. Тут индивидуально надо работать, здесь надо вот как бы конкретно с человеком просто разбираться, спрашивать, смотреть обстоятельства, смотреть сихто, что это, как, и постепенно тут нужен обязательно духовник и, может быть, и, может быть, в каких-то случаях психолог. Давайте, наверное, еще вот последний вопрос, да, и будем завершать тогда на сегодня. как относиться к нападкам ближнего. Если я смиряюсь, получается, я потакаю его страстям, отвечаю, значит, не смиряюсь, как быть в таких ситуациях. Это вы решили за себя, что вы не смиряетесь, просто вы себя кодируете тем самым. Смиряйтесь, но не надо потворствовать. В каких-то случаях надо в буквальном смысле поставить в другую щеку. Но это все с очень большим рассуждением. Смотреть, какое место, какое обстоятельство. И даже если обстоятельства такие, что человеку надо ответить, надо его как-то удержать, образумить, то вы просто внутренне проводите духовную работу. Вы следите за сердцем, чтобы оно не ожесточилось. А если оно ожесточилось, что вполне возможно, потому что очень трудно в таких ситуациях не почувствовать движение страсти в сердце, то само это движение вот этой страсти, оно вас как раз осмирит. Вы увидите, что вы, по сути, такой же. То есть человек, но он в чем-то одном согрешает, вы в другом. Здесь искусство борьбы со страстями, с помыслами. Учитесь, Господь делал все инструменты. И еще хотел сказать по поводу движения страсти в сердце. Не путайте, что одно дело это движение непроизвольное, страстное в сердце, а другое дело это грех совершенный. Потому что очень часто люди падают в отчаяние умения от того, что видят в себе движение каких-то страстей и говорят, как же я буду причащаться, или как же я могу простить, если я на него злость. Друзья, не путайте, у вас есть произволение, вы не можете сразу очистить сердце, вы не можете его заставить испытывать любовь, когда вас оскорбляют. Будет движение в сердце проходить обязательно, это чувство нехорошее, оно будет бороться. Но если у вас искреннее нежелание этого, борьба с этим, то вы стоите у Бога. Господь на вас смотрит как на ротопорцев в это время, и он вас особо в это время любит. И это время брания, это не падение, когда даже злость появляется, но вы ее не хотите и не хотите и пытаетесь как-то исправить ситуацию. В таком состоянии можно причащаться, можно молиться. Наоборот, то есть не можно, а нужно, потому что придет помощь. А вот если какая-то вражда есть, которую вы осознаете, чувствуете, не пытаетесь с ней бороться, ее принимаете и идете на поводу, в таком состоянии ни в коем случае причащаться и молиться Иисусом молитвой нельзя, потому что пойдут очень большие проблемы. Надо поработать над собой и все-таки любыми путями постараться встать в такое положение, что хотя бы начать борьбу и не захотеть вот этого зла в себе. А то, что в сердце проходит, это неизбежно вы посредством грехоподвения. Вот все. Спасибо, Господи. помолимся. Сейчас помолимся, тогда еще общие фото сделаем и просьба не атаковать это Анатолий Градж делаем общие фото и потом он подойдет в партитный зал. Если какие-то вопросы будут и силу Анатолий Градж тогда не атаковать. Анатолий Градж не атаковать. Анатолий Градж